Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре самая необычная штука, которую мы делали обзор Это умный эко-обогреватель. Почему же это эко, спросите вы? Сейчас я вам отвечу. Но для начала давайте посмотрим внешний вид, комплектацию. Эта моделька называется Джоу от компании Перенью. Умный эко-обогреватель. Вот так вот он выглядит. Это, соответственно, ножки. Да, можно поставить его на ножки. Есть кронштейн, там и там, там и там, соответственно. При необходимости можно зафиксировать на стене где-то, если вам это необходимо. При необходимости на самом деле можно поставить их несколько в каждой комнате по такой штуке и вообще забыть о центральном отоплении, так как это устройство позволяет обогреть комнату до 24 метров квадратных. Вот так вот стильно выглядит это устройство. Здесь получается метровая на 36 сантиметров стеклянная панель с одной стороны, с другой стороны железной ножки. И из пластика здесь у нас только блок управления с одной кнопкой. Эта кнопка служит для включения-включения и подключения смартфона. Да, Joel Perenio управляет со смартфона. Можно подключать к Яндексу, можно использовать фирменное приложение. Я попробовал фирменное. Для подключения необходимо нажать кнопочку, подержать несколько секунд, она заморгает, ну как обычно, там с блютузом, да, как наушники, и подключиться уже к смартфону. В комплекте у нас получается вот три бумажечки. Это руководство пользователя, краткое руководство пользователя, гарантийный талон. В кратком руководстве, в принципе, все указано, как и куда, как и как крепить умный обогреватель. Я решил пока оставить его вот так вот, к стеночке поставить, и как модный аксессуар мне, в принципе, полностью устраивает. У меня светлая квартира, здесь все светло, и Joel Perenio вписался просто идеально. Из основных характеристик хочется отметить, здесь есть защита от воды, от брызг, точнее P44, можно повесить в ванну, где-то там, где угодно, короче, где есть брызги, и вы боитесь, что немножко набрызгать. Соответственно, воду сюда лить нельзя, да, только брызги. 0,8 киловатт в час потребляет это устройство. Это намного меньше, чем классические радиаторы наши, вот эти вот, которые мы все помним из детства, да. Ну, у многих они до сих пор используются, там, особенно где-то, не знаю, там, в загородных домах. Мы используем весной, осенью использовали, да, Joel, как, потому что у нас поздно включают отопление, и рано его выключать, как правило. Потом холода, мы живем все-таки в России, да, здесь погода непредсказуемо, и может быть, и летом даже холодно. Поэтому вот такое вот устройство, я считаю, пригодится всем. Стоит Joel Perenio в районе 15 тысяч рублей сейчас, на данный момент, на момент обзора. Я считаю, своих денег он оправданно стоит, потому что, ну, потому что, во-первых, это экономия электричества, во-вторых, это просто стильно, красиво. И, да, если, например, в спальне можно повесить над кроватью, будет плавный, плавный, плавный обогрев комнаты. Не так, как это классический, да, вот этот вот радиатор, который греет какую-то часть больше, там, какая-то вообще никуда не доходит. Здесь, за счет большой панели, все-таки площадь увеличивается обогрева, и, соответственно, равномерно распределяется по всей комнате. Вот так вот выглядит иконка приложения, да, здесь, соответственно, я добавил устройство, оно определилось. Сейчас оно включено, можно вот так вот выключить, включить. И здесь мы видим настройки. Можно поставить климат-контроль, можно менять температуру, какая вам необходима в комнате, ну, там 20 градусов, да, вот поставим. Слышим, кстати, как эко-обогреватель переключает режим. Температура в помещении текущая показывается, мощность, которую он потребляет, общее потребление энергии, ну, вот. И таймер, соответственно, можно поставить таймер по расписанию, например, там, когда у вас нет дома, зачем, да, тратить электроэнергию и использовать устройство. Можно, например, идя там в свой дом, в свою квартиру, за час включили обогреватель в одной комнате, в другой, и комната согрелась. Соответственно, все, как я уже говорил, можно добавить обогреватель в систему Яндекс, Яндекса, и использовать там, если у вас несколько умных устройств уже, и использовать их там одновременно с одного приложения. Можно использовать вот такое вот приложение от Joe. Точнее, от перения. Что хочется сказать? Да, дорого. 15 тысяч рублей, конечно, это сейчас немаленькие деньги, но в нашей стране, я думаю, что это прям мастхэв-устройство, без которого не знаю, как мы жили. Потому что вот прям буквально у нас не было отопления, мы все мерзли, было холодно. Если бы у нас был Joe, ну, у нас есть радиатор, да, но он, во-первых, когда включаешь, иногда выбивает пробки, и, во-вторых, он только один, а комнат несколько. Поэтому сейчас, я думаю, у нас будет все хорошо. А на этом все. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, социальные сети. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok